Дима, здравствуйте. Да, здравствуйте, Дима. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Да, Дима, вот мы уже успели несколько новостей, каких-то обновлений дать по поводу вот этой чудовищной истории про Машу Маскалёву. Вы наверняка тоже за этим сюжетом следили. Не возникает ли у вас ощущение, что российское государство, я не знаю, российские политики, в том числе силовики, они уже объявили войну фактически детям? Знаете, что я вам скажу? Ну, так сказать, да, вопрос в таком стиле «да» или «нет» всегда трудно отвечать. Нет, я думаю, что никто не объявлял войну детям, как ни странно, но когда взрослые сходят с ума и когда у взрослых войны, то понятное дело, что полем боя становятся дети. Вот я бы так сказал. Так что, ну, косвенно, да, впрямую думаю, что нет. Думаю, что если бы вы, так сказать, да, сказали вслух силовикам такую фразу, они бы сильно удивились, ну и много-много еще реакций выдали бы. Конечно, дети — это поле боя, конечно, да. А позвольте еще такой более широкий вопрос. Честно говоря, давно он меня мучает, потому что я, может быть, как-то очень оптимистично смотрю на вещи. Мы видим огромное количество пропаганды школы, которых за год появляется все больше и больше. Опять же, разговоры о важном, всевозможные там разборы, сборы автоматов и так далее. И вот я наивно думаю, что российские дети, российские подростки, они будут вот так вот поглядывать между делом на все это происходящее без какого-то энтузиазма, без особого интереса, будут как-то это саботировать всячески, вообще на это махнут рукой, а уходя с уроков будут говорить, да господи, кто вообще ее будет слушать, она вообще не понимает, о чем говорит. На самом деле все, вот нам в ТикТоке рассказано, что на самом деле все не так, как рассказывают российские власти. Похоже ли это на... это согласуется, например, с вашим прогнозом? Настолько ли страшна российская пропаганда? Может ли она вырастить будущих, я не знаю, фашистов или нет? Значит, я вам скажу. Во-первых, хочется сказать, да вы, батенька, оптимист, да, но я отвечу вам вполне себе с научной точки зрения. Значит, я... пусть простят меня те, кто это уже слышал, я это последние там три недели бесконечно цитирую, но вас вот еще не цитировал. Знаете, у меня была случайно написанная статья несколько лет назад, которая называлась «Взрослые игры». Я встретил одно исследование университета американского, очень-очень серьезное исследование, и, извините за выражение, обалдел. Исследование было вот о чем. Исследование было о влиянии интоктринации на молодых людей, на детей в 30-е и 40-е годы в Германии. И должен вам сказать, что это исследование отвечает на ваш вопрос однозначно намного лучше, чем сделал бы это я. Значит, объясняется вот что. Если мы говорим о так называемых подростках, если мы говорим о людях 13, 14, 15, 16 лет, то, в общем, вот ваша точка зрения, которую вы высказали, она, безусловно, во-первых, имеет право на жизнь, а, во-вторых, у этих ребят есть шансы. Да, у них есть шансы. Как мы с вами понимаем, люди в этом возрасте в принципе скептически относятся к тому, что говорят взрослые вроде нас с вами, и, в общем, делят все на много-много. В эту же, так сказать, в эту же рубрику попадет и пропаганда. Потому что в этом смысле я заканчивал школу в первой половине 80-х, я задел крылом, значит, и НВП, и всю вот эту историю, и так далее, и так далее. Понятное дело, что мы, в общем, хихихали в кулак, это была самая скромная реакция, которую мы могли выйти. Но есть еще печальное сообщение. Печальное сообщение состоит вот в чем. Те люди, которые оказались подвержены пропаганде 30-х, конца 30-х, начала 40-х, в возрасте 5-6-7 лет, так и не смогли до конца жизни из этого выбраться. Представляете себе, какая штука. То есть, иными словами, в той или иной мере, значит, проверка там была в 60-е, потом в 70-е, в той или иной мере они продолжали проповедовать вот эту самую доктрину, которую им предлагали. Так что вообще-то история печальная, если честно. История печальная. Может ли, так сказать, кто-то проскочить? Да, безусловно. Могут ли проскочить многие так называемые подростки? Пожалуй, да. Проскочат ли все дети? Безусловно, нет. Дима, скажите, пожалуйста, говорилось ли в этом исследовании о том, как помочь реабилитироваться тем детям, которые попали под эту пропаганду? Нет, не говорилось, но это я вам с удовольствием расскажу. Это моя профессия. Но, видите, к сожалению, это вопрос такой... Слушайте, это вопрос хороший, но нам с вами надо договориться, кто будет реабилитировать-то. Да, те люди, которые им тренируют, худшее, что мы можем с вами им доверить, это реабилитацию последующую. Так что, в общем, это такой чуть-чуть вопрос риторический. Но я скажу, как реабилитируют, я скажу. Значит, в основе любой индоктринации лежит черно-белый мир. Да, Владимир Семенович Высоцкий, тоже только ленивый, не цитировал. Не надо думать с нами, тот, кто все за нас решит. Вот с чего это начинается. Дорогие друзья, не надо сомневаться, не надо задавать вопросы. Мы знаем точные ответы, мы знаем, кто прав, кто виноват, мы знаем, где враги и так далее, и так далее, и так далее. Значит, реабилитация устроена прямо противоположным способом. Дорогие друзья, надо сомневаться. Главное — это рефлексия. Мы понятия не имеем очень про многие вещи, как это устроено. Абсолютно не... Если какой-то взрослый человек, важный человек, президент совершает какие-то поступки, это вовсе не значит, что он автоматически имеет на них право. То есть это обратная логика. Задавать вопросы — это самое правильное на свете. Сомневаться — это самое человечное на свете. Ну, если хотите, вот начало реабилитации, на самом деле. Дима, ну, знаете, я думаю, что вы это знаете, конечно, лучше, чем я. В современной российской школе, по большей части, к сожалению, не только пропаганда насаживается, но и сама школа становится такой очень плодотворной почвой для доносов. Причем как доносов школьников на учителей. В прошлом году было масса таких случаев. Так и доносов учителей на школьников. Вчера даже был случай, когда москвичка написала донос на восьмилетнюю одноклассницу своей дочери, пытаясь таким образом разрешить их межличностный такой конфликт-спор. Этого не слышал. Этого не слышал. Ну, как вы понимаете, этот донос был связан с тем, что эта москвичка обнаружила в аккаунте девочки видео, на котором была символика украинского флага, был российский флаг. И как-то, видимо, девочка на видео смяла рисунок с российским флагом. Ну, в общем, это стало основой для доноса на тему того, что девочка, видимо, дискредитирует так и российскую армию. Но по поводу доносов в школе в общем и целом. Как вы считаете, в школе какая-то особая атмосфера создается, раз все так часто жалуются друг на друга? Вы знаете, я обязан сказать одну вещь. Это просто очень и очень важно. Есть разные школы, есть разные учителя, есть разные родители, есть разные дети. Мне важно это сказать, потому что мне очень важно, чтобы ваших зрителей, где бы они ни находились, не возникало впечатление, что все, так сказать, учителя продажные гады и так далее, и так далее. Именно в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, находится, я даю вам честное слово, многие учителя, которые, в общем, последний фундамент для детей. Честно, правда, и это важно сказать. Теперь, что касается школьной почвы, на которой расцветают или могут расцветать такие цветы, к сожалению, да, к сожалению, да, школа очень-очень во многом, российская школа, устроена вертикально, как вы понимаете. Очень часто мнение директора системы образования учителей представляется как последней инстанцией. Уж точно как что-то, что ты должен соблюдать. В любом случае, любой ценой молчать, не разговаривать, встал и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, и все. Теперь, как мы с вами понимаем, в любой подобной вертикальной системе прекрасная, так сказать, почва для того, чтобы настучать на товарища. Еще и мотивы появляются, правда же? Да, может, мне будет лучше, если ему будет хуже. Тут есть еще один момент, ребят, и это момент следующий. Вот когда мы говорим о том, о чем мы с вами уже отчасти поговорили, и о почве для доносов, и о том, как это устроено, и о индоктринации и так далее, стираются, видимо, морально-нравственные устои, извините, которые в школе, не только в школе, но в школе тоже появляются. И в этом смысле возникают вопросы. Вот смотрите, вы рассказали только что об этой маме, я действительно узнал об этом от вас, впервые услышал. Но же история потрясающая, мы же с вами понимаем, что не исключено, что даже наша самая мама пяток лет назад, она бы очень сильно удивилась, мягко говоря, если бы услышала такую историю и сказала, что же за дрянь-то такая, что же такое творится. Нет, это сдвигается, к сожалению. Это очень-очень печально, вот это самое печальное. Что правильно, что неправильно, 10 заповедей, 8 заповедей, остались ли заповеди, что можно, что нельзя, что такое быть приличным. Ну вот оно в чём штука. Тима, ну последний вопрос в таком случае, он так или иначе перекликается уже с теми темами, которые мы с вами обсуждали. Но начну я, пожалуй, с исторического экскурсия. Всё-таки есть такое распространённое мнение, что демократизация в России в 90-х годах провалилась из-за того, что не были проведены иллюстрации. И после того, как режим Путина так или иначе падёт, то, безусловно, иллюстрация – это та вещь, которую следует провести для того, чтобы одни и те же люди не занимали одни и те же места в путинской и послепутинской России. Как вы считаете, необходимы ли иллюстрации в школах? Я вот всё вам скажу. Знаете что, понятное дело, что я не эксперт по иллюстрации, но вполне себе в образовании что-то понимаю. Я думаю вот что. Я думаю, что это удивительным... Иллюстрация в школах, не иллюстрация в школах, понятия не имеют. Но я думаю, что если человек становится свободным, если человек имеет право выбирать и учится выбирать, и может выбирать, в этот момент школа автоматически становится другой в любой стране, между прочим. Потому что если я родитель вместе со своим ребёнком исхожу из того, что школа должна быть местом, где меня не обидят, где меня не индуктренируют, где на меня не будут давить, где будут давать мне возможность высказывать собственное мнение, где это будет ценностью, ну разве мы с вами отведём своих детей вот в такую школу, где существует вертикаль? Просто не пойдём, правда же? Просто не пойдём. Теперь к моему огромному сожалению, вот к моему огромному сожалению, решение так или иначе проблемы системы образования лежит в семье, а не на системе образования. Вот даю вам честное слово. Мы можем с вами долго-долго, километрами рассказывать о том, что поменяется школа и всё остальное поменяется. Нет. Мама пишет донос. Понимаете, какая история? Мама или папа ведут ребёнка на этот урок, хотя можно его не вести на этот урок. Понимаете, какая штука? Мама или папа говорят, «Деточка, надо слушаться учительнице, что бы она тебе ни говорила». Вот же в чём проблема. И в этом смысле это ведь заказчики образования. Понимаете, какая штука? Это и родители, заказчики образования. Это самое главное. И это то, что с таким остерленением эта точка зрения уничтожалась несколько лет назад. Именно эта точка зрения. Понимаете, какая штука? И это самое-самое главное. Родители и дети не могут выбирать, что это я у вас завис или вы у меня зависли. Как хорошо, это у меня просто на ушки, видимо, зависит. Нет, я снова вижу. Да, так что история вот в чём, понимаете? Сверху не меняется система образования. Не меняется. Ребята, ну наменялись уже сверху, нет? Ну честно. Ну мы с вами, мы с вами должны решать. И дети наши должны решать. И всё начинается с того, что они понимают, что они имеют право задать вопрос, имеют право сказать «нет», имеют право сказать «да», имеют право не соглашаться, пока они не понимают, зачем они это делают, имеют право, так сказать, я не знаю, носить волосы такие, как им хочется, пока, естественно, они не заходят на территорию других людей. Вот что происходит. Теперь даже если система школ поменяется сверху, поверьте мне, найдётся много людей, которые скажут «мы хотим плеть». Вот она в чём штука. Так что про иллюстрацию я не знаю, а про то, что образование должно быть личностным и начнётся оно с детей и родителей, и начинается, в этом я уверен абсолютно. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!